Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка. Вопрос, как тем, кто пришел с войны, адаптироваться в этом мире? И просто одна из наших зрительниц рассказала, что у нее родственник вернулся, вернулся контуженный и ведет себя, ну, в общем, сложно ведет себя, просит что-то посоветовать. Я сразу говорю, что индивидуально вот так что-то посоветовать я, конечно, не могу. Но проблема мне вполне известна, поскольку я однажды, когда мы занимались реабилитацией наркоманов и других лиц, столкнулся с этой проблемой, поскольку ехал на попутке, и меня взял в пассажиры один мужчина. И ехали мы от Владимира до Москвы, и ему захотелось поговорить. И оказался он командир очень в то время известного, популярного такого воинского подразделения. Оно потерпело большие потери в одной конфликтной ситуации. Я не буду вам не называть, где, чего, кто и как. Но у него оказалась проблема, что он не может остановиться. То есть, все, говорит, понимаю, но вот немножко-немножко, как только где-то какая-то встреча, так все, я на неделю, на две и не могу выйти из этого состояния. Я углублился в этот вопрос, решил посмотреть, а каким образом это как-то исторически решалось, куда девались эти ребята после того, как с войны. Ну, вообще, куда девались воины после того, как приходили с войны. И оказалось, что в разные времена решали это по-разному. Ну, например, я столкнулся с тем, что Дмитрий Потапович Пожарский, вот здесь его было поселение, здесь у нас Нижний Ландик, такое его вотчина. После похода здесь организовал проживание своим бывшим однополчанам, я бы так сказал. Или, я не знаю, он князь ведь был. Но служили воины-то всю жизнь в его времена. Но, тем не менее, когда они уже были не способны выполнять какие-то воинские задания, он здесь им давал поселение. Вот здесь, в Нижнем Ладихе, было 58, я какой-то документ находил, бобыльских поселений. А бобыли – это крестьяне без земельных наделов. Ну, то есть дом, огород, и у них пенсия или оплата за то, что они ходили в этот поход. И вот бобыли, после им, чуть-чуть позже, во времена уже Суворова, бобылям начали давать еще и землю. То есть наделы им тоже можно было получить после того, как они пришли с войны. У Суворова просто было конкретно в его науке побеждать записано, что солдат, который воюет, он должен знать свое будущее. Ну, хотя там служили тоже 25 лет, но немощных, раненых, всех остальных, он считал, что четко нужно сразу, когда их обучают и, как говорится, делают солдатами, обозначить, а чем это у него закончится. То есть даже если он 25 лет прослужит, кем он придет, где он будет. И Суворов на своих землях, например, любил размещать этих солдат. Больше того, включал их в систему воспитания молодежи. Кстати, очень много он придумал таких игр, которые мы сейчас играем с детьми, там, с горы долой. Ну, в общем, много. Это все были воинские игры, когда учились воины в этих играх действительно стоять на горе, сшибать с горы и так далее и тому подобное. То есть в определенные времена, после особенно войны 1812 года, была интересная тенденция генералов направлять в губернаторы. Вот если вы посмотрите на Кавказ, кто там Воронцов, Эммануэль и другие генералы, кто где возглавляли либо прямо вот целые губернии, либо города возглавляли, тот же Пятигорск, и Синтург, все это отстроили бывшие воины, бывшие генералы. Причем они в состав тех, кто строит здесь, и кто брали своих, в том числе подчиненных. Если вы сходите в музей в Пятигорске, который я как-то вам показывал, то там вот целая история, как здесь генералы выстраивали города, да по существу просто выстроили весь Кавказ. И это тоже, на мой взгляд, такая форма определенной реабилитации, и люди не теряются, и люди находят себе место. В современности, что вот я, еще раз повторяю, я столкнулся с таким командиром, но оказывается, эта проблема может быть и у других лиц. То есть однажды я встретился с человеком, который в специальных органах работал, и вот он, как говорится, бандитами занимался, он, в общем, внедрялся к ним, чтобы... И вот для того, чтобы внедриться к ним, ему пришлось пройти очень сложный путь, в том числе со стрельбой, с убийствами и так далее. Он очень высоко поднялся в этой категории. Но, он говорит, мучает меня. Я буквально... И причем находит себе как-то способ один и тот же, что надо вот этим делом. Я, говорит, нахожу время, я скрываюсь и я, значит, занимаюсь. Был еще один случай, где ко мне обратились тоже, но это не воин, это тоже работник спецорганов, но ему пришлось по профилактике педофилии и воровства детей заниматься и внедряться вот в эту сферу. Ой, вы не представляете, когда мы с ним беседовали, какой это тяжелый случай. Он запивал на месяцах. То есть вот он работает, работает, полгода у него звание такое было, а там такая гадость, такие паразиты. Так вот он, когда отвлекался на месяц, каким-то образом уходил из этой системы, то он пил постоянно вот этот месяц и просто куролесил. Но это вот тяжелый случай для меня. У нас здесь в Пистяках был один парень, тоже пришел из конфликта и тоже обратился ко мне с тем, что ему бы как-то реабилитироваться, как бы я ему помог. Но вообще оказался для меня чуть ли не трагический момент, поскольку он разговаривал и разговаривал со мной, и вдруг отключился, схватил нож и... В общем, было достаточно страшно. Но, тем не менее, мы и с генералами, с какими-то в Москве разговаривали. Там был замечательный человек... Ну ладно, не буду я кто, чего и как. В общем, пришли к тому, что на физиологическом уровне адреналин, который у них вырабатывается во время вот этих всех боевых ситуаций, он настолько становится значимым для организации жизни, что когда они приходят в жизнь спокойную, где нет вот таких... то у них появляются проблемы, в том числе и с головой. И вот систему, которую тогда предложили вот такой, как бы, реабилитации, включения, она должна была быть связана обязательно с нагрузками какими-то, которые дают им возможность себя полностью реализовать в жизни, чтобы у них вот было опять много людей, команды и всё остальное. И это на самом деле говорит о том, что если мы увидим, что это опять происходит, то надо уже сейчас задумываться, а куда эти ребята придут, кем они станут, когда придут. Потому что есть один, можно так сказать, и неположительный опыт, когда после Второй мировой войны вернулись из Европы, вернулись победителями, вернулись такими крутыми, которые увидели ещё и европейскую жизнь, что гуляли, как говорится, там полгода или год эти все войны. А потом Сталин ведь их начал сажать. Вы можете посмотреть из истории, там в 1946-1947 году огромное количество, как прямо говорят, уехали из Европы, но там отходили, медленно части в тюрьмы уехали. Потому что вот не нашлось им, как говорится, места здесь, не знали, как такое количество занять, и как такое количество может быть в мирной жизни адаптировано. Давайте так будем. Но сейчас-то у нас не очень такое, на самом деле, большое количество. Но мне кажется, что есть один только хороший вывод, что эти люди все попадут в новую такую руководящую элиту, что им действительно будут даны серьёзные участки для их деятельности, у них будут поставлены большие задачи, поднимать районы, поднимать города, поднимать там сёла или ещё что-то, чтобы они не расслаблялись. Поскольку, как я слышу, кто-то говорит, их надо в учителя физкультуры, их надо с молодёжью, там, какие-то такие вот направления. Ну, хорошо у тех, у кого это будет возможно, можно и в такие направления. Но на самом деле эти направления требуют немножечко других качеств, которые на войне, там никто не сюсюкается, там всё чётко и, как я понимаю, жёстко. И поэтому я не очень верю, что большое количество, прям все их можно направить вот в такую молодёжную или детскую деятельность. она, на мой взгляд, просто не... А это не твоя удочка-то? Вот это. На мой взгляд, они просто переросли вот эту деятельность. Это вот на уровне, где они бойцов готовили. Хотя, конечно, военное дело и какие-то эти, конечно, кто-то из них в это уйдёт. Основная, мне кажется, задача – это вот как раз сменить ими вот эту, ну уж я извиняюсь, такую засидевшуюся чиновничью среду. Её надо каким-то образом разбавить. Потому что иначе у них будут конфликты с этим. Вот такой вот серенькой, неинтересной, ничего, только думающей, как куда, где-то что-то урвать вот такой средой. И к этому надо готовиться. Сейчас уже те, кто имеет какие-то полномочия и возможности, должны составить списки, на мой взгляд, вот всяких этих чиновников, администраторов, у которых должно быть живое дело, а его нет. И сразу к этим спискам тех, кого нужно поменять, уже добавлять тех, кто их замерит. Это могут быть, как помните, в фильме, в каком-то там председатель колхоза без руки, значит. Но он деятельный, весь колхоз. Кстати, были такие. Я помню, в Родниковском районе был Бредов забыл, как герой соцтруда. Вот он был инвалид и всё. А прекрасно такой колхоз сделал, совхоз даже. Света считала, очень хороший совхоз. Так что, дорогие мои, вопрос, конечно, серьёзный, и она его правильно задаёт, что нам с этим делать. И если на личном, на бытовом уровне, то только терпеть. То есть вот какое-то время надо будет потерпеть, потерпеть, думать, чем можно ему помочь, чтобы заняться ему как-то чем-то. А ещё что? Конечно, вот эти все формы, что спортом, ну, нет, всё индивидуально. Всё индивидуально. Я очень надеюсь, что будут созданы хорошие центры реабилитации, где будут знающие люди, может быть, даже те же самые командиры бывшие, которые понимают, как восстановить. Но на физиологическом уровне, ещё раз повторяю, там происходит адреналиновая зависимость. Он становится как внутренний наркотик, этот адреналин. И пока вот не перейдёт организм на другую систему жизни, не успокоится, сделать что-то будет достаточно трудно. Вот так. Но самое, может быть, полезное, это не устраивайте вот сами вот этих всех праздниц там и так далее. Ну, пришли, ну, разочек или... А так, если каждый день вспоминать... И ребятам тоже самое скажу, что не пытайтесь, не получится ничего через водку каким-то образом спастись или реабилитироваться. Это нет, это не тот вариант, который вам на самом деле нужен. Давайте пообсуждаем. Я думаю, можно не один, кто-то сейчас ещё придёт, расскажет, какие у них случаи. Не один случай разобрать. И более подробно я просто попытался немножко ответить на этот вопрос и рассказать, что я об этом знаю. Здоровья всем! Радости! Христос воскресе! Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok